В Люберцах состоялся первый этап театрального поединка. В импровизационном батле сожлись два творческих коллектива округа — «Студия Образ» и «Театральный экспресс». Кто победил, расскажет наш корреспондент. Василина Скурихина и Никита Лукашев уже 7 лет занимаются в театральной студии «Образ». Василина собирается связать свою жизнь с творчеством и стать режиссером. Ребята впервые принимают участие в театральном поединке. Каждый раунд прорабатывали, над диксой работали. И, в принципе, технические моменты рассматривали, чтобы не допустить каких-то ошибок нелепых. Если у нас что-то не получится, ничего же страшного не произойдет. Все будет хорошо. Я надеюсь на это. Я получу какой-то опыт. А вот творческий коллектив «Театральный экспресс» уже не первый раз принимает участие в батле импровизаций. Ребята занимаются на базе детской музыкальной школы номер два. Юные актеры делятся советами перед конкурсом. Нужно подключаться к процессу и понимать, какая ситуация происходит сейчас, настроение своей команды, настроение соперников. И нужно это все вкладывать и импровизировать. У нас есть разные упражнения и на разминку, и на восприятие, слуховое, зрительное. «Театральный поединок» проходит уже третий год. Организатор проекта – Министерство культуры Московской области. Программа разделена на три части – образование, конкурс и карьера. 32 коллектива Подмосковья прошли отборочный этап. В течение февраля и марта, и апреля месяца они получали образовательную программу. И вот сейчас уже в апреле началась конкурсная программа, где они встречаются по олимпийской системе. 32 коллектива встречаются друг с другом попарно. И, скажем так, кто кого переимпровизирует. В первом этапе победу одержал «Театральный экспресс». Финалисты проекта получат возможность участвовать в международном большом детском фестивале под руководством художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.